я когда думала с чего начать тему этой встречи мы потом естественно перейдем к вопросам и я думаю что вопросы все будут касаться нашей россии но я решила начать этот разговор с более общего вопроса то что если честно мне довольно сильно дояло описывать то что происходит в россии сейчас все равно ясно что рано поздно это кончится и вопрос с чем мы столкнемся тогда и я решила поговорить наверное самой глубокой и тяжелой проблеме которые есть в современном мире это то почему не всегда демократия бывает успешной а когда я говорю не всегда я прошу помнить да что есть очень много противников демократии которые не внушают уважения там большей частью это просто там штатные сутенеры обслуживающие ту или иную диктатуру и с ними спорить легко но не интересно но проблема заключается в том что демократия народоправство как форма правления существует в истории почти 5000 лет и есть удачные есть не очень удачные примеры и к сожалению поскольку ничто в мире не верно само по себе но все смотря по обстоятельствам это моя любимая фраза фраза никола макиавелли а то а что препятствует тем странам которые в которых народ получил доступ ко всеобщему вылез явлению вдруг стать процветающими потому что далеко не все страны в которых существует демократия посмотрим на венесуэлу посмотрим на иран это действительно демократические страны где народ голосует но голосует он почему-то за ахмаде нежада а германский народ проголосовал за гитлера а африканские народы ну как голосовали за кого-то кто гораздо хуже гитлера так они в общем то как правило и голосуют так вот я хочу рассказать что демократия далеко не всегда была способна обеспечить защиту собственности и рыночную экономику и что в тех случаях когда большинство общее составляют нищие а напомню что россия небогатая страна дело почти неизменно кончается переделом собственности регулированием экономики в конечном итоге приходом диктатора более того даже в тех случаях когда речь идет о благополучных странах с высоким уровнем жизни государства всегда склонных к экспансии государство способно создать на ровном месте группы зависящих от него иждивенцев и превратить формальную демократию бюрократическую диктатуру и собственно вот я сказала демократии существует 5000 лет мы все привыкли считать время существования демократии от собственно греческого греческого демократии от того времени когда появилось это слово и оно прожило невозбранно через два с половиной тысячи лет человеческой истории появилась она в греции но дело в том что самое первое народное собрание которым нам доподлинно известно что она состоялась она произошла 5000 лет назад 2800 лет до нашей эры это было двухпалатное народное собрание на нем а была верхняя палата из совет старейшин сенат грубо говоря и нижняя состоялась всех мужчин города способных носить оружие и было это не в афинах и не время это было в городе у руки шумере то есть в азии которую потом греческие историки назовут континентом рабства в противовес свободной европе в то время которым идет речь шумер состоял из городов государств а царская власть очень часто там была ограничена в этих городах собраниями старцев и мужами города и собственно выше помянутые собрание описано шумерской поэме о царе города у рука гильгамеши который просил своих подданных разрешение на то чтобы защититься от царя города киш который пошел на урок войной и кстати гильгамешу пришлось довольно плохо потому что совет старейшин ему сказал что мы не хотим воевать с кишем а вот нижняя палата одобрила это дело то есть мы видим что демократия была может быть достаточно ограниченная но вполне настоящая то есть царская власть была ограничена этот так лучше ну так а что же вы молчите кто вам мешал раньше сказать вот и то что в самом первом тексте человечества который описывает народное собрание это собрание обсуждало вопрос войны далеко не случайно потому что войне свойственно единочали и война была ключевым фактором уничтожавшим древности демократию народовластия обыкновенно война окончалась или победой завоевателя или тем что удачно оборонивший свой народ полководец не спешил расставаться с властью в частности в том же шумере города государства были завоеваны ассирийцами потому что города государства были богатые ассирийцы на тот момент были бедные они считали что неправильно когда богат бедные но храбрые люди не имеют того чего имеют богатые но в трусливые и память о самоуправлении была истреблена завоевателями и более того столица сирии неневия отнюдь не случайно была возведена на новом месте и все города государства не только лишились очень часто были просто уничтожены а большей частью как минимум лишились своей самостоятельности это очень интересный момент почему я говорю о шумере потому что к моменту расцвета классической греции всякая память об этих городах государствах исчезла азия воспринималась греками как вочина деспотизма в противовес свободной европе однако прошло совсем немного времени и греческие города государства практически повторили путь шумерских они были неспособны противостоять протяженным царством и стали добычей сначала отчасти персидских а потом римских и из нас потом македонских а потом римских завоевателей и вот не прошло и нескольких сотен лет как свободная греция превратилась в роволепную византию и те самые люди которые рассуждали о исконно свободолюбим характере греков стали рассуждать вернет те самые историки стали рассуждать о исконно раболепным характере византийцев теперь несколько слов о греческой демократии которая примером замечательным примером которые были афины которая была такая америка древнего мира действительно наиболее удачным организованным государством но дело в том что демократия в греции было не только в афинах кстати афины внедряли ее в союзных или завоеванных городах без всякого снисхождения к правам человека и кстати если бы там в пятом веке историки или философы водились где-нибудь кроме в афинах то афинам за их насаждение демократии досталось бы много больше чем сша и за ирак и афганистан а надо сказать что и афинских историков и философов демократия не пользовалась большим почтением это вообще знаете такое свойство демократического правления вот если где-нибудь монархии или деспотия все местные все местные философы хвалят монархию или деспотию но вот как где-нибудь зайдется демократия так все философы местные и начинают ругать афинские философы не были исключением они тоже свою демократию не очень любили и у них был серьезный повод потому что почти везде кроме афин демократия внедрённая кончалась переделом земель и прощением долгов а это очень такая стандартная античная формула описывающая что происходит в городе где было как правило аристократическое правление правление лучших то есть выбирать право голоса имел некий ограниченный круг достаточно обеспеченных людей и вдруг приходят люди нищие говорят мы тоже хотим и вот первое что происходило передел земель и прощение долгов а кстати не могу не собственно каждый политический перевод в греции сопровождался радикальным изменением имущественных отношений не могу не прочесть замечательную цитату из фокидида об одном из первых таких случаев попыток внедрения афинами демократии цитирую в течение семи дней пока эвремидонт после своего прибытия с 60 кораблями оставался на острове а демократы продолжали избиение тех сограждан которых они считали врагами обвиняя их покушение на демократию в действительности же некоторые были убиты из-за личной вражды а иные из-за денег данных ими в долг но в общем согласитесь в америке в ираке дело обстояло даже лучше как я уже сказала каждый политический перевод греции сопровождался радикальным изменением имущественных отношений и при этом проблема заключалась в том что как правило в результате этого переворота дело не ограничивалось властью толпы а дело очень быстро кончалось властью тирана при этом тираны опять-таки редко происходили из нищих но всегда на них опирались например у диодор описывает как в каринфе богач тимофан задумав переворот опирался на самые нищие слои населения цитирую привлекая к себе бедняков снабжая их полным вооружением и держа при себе самых подных людей филомел тиран фокиды был одним из самых богатых людей что не помешало ему именно богатых разорять налогами бедняков привлекать на свою сторону тирана фронт сики они получил врач через поддержку народа разорял знатных чтобы понравиться бедном а я вот я хочу обратить ваше внимание на это свойство главная проблема афинской демократии который писал очень много исследователей я думаю лучшая книга на эту тему античной демократии на эту тему эта книга лурья издана еще в 20-х годах когда очень много наших античных античников начали с тревогой видеть что то что описано фокидидом то что описано древними относительно античной греции очень сильно повторяется в семнадцатом году в россии вот этот вот лозунг мы не хотим чтобы было мы не хотим чтобы были богаты мы хотим все переделить вот этот лозунг который казалось бы у шарикова он постоянно доминировал во всех греческих переворотов и делал демократию очень нестабильной формой правления я не буду сейчас говорить о самих афинах я только очень коротко скажу что как ни странно а в афинах где демократия дала необыкновенную пищу уму и необыкновенную свободу личности а то есть афина это город в котором изобрели но собственно все те науки которые мы сейчас изучаем математику физику да это все греческие слова до этого человечество не понимала что такое наука в афинах изобрели науку это наверное самое важное что произошло но в афинах не изобрели в афинах не изобрели экономики грубо говоря это казалось бы странно потому что слово экономика она тоже греческая но в греции то она обозначала просто ведение домашнего хозяйства и очень характерно что большинство греческих философов и историков даже не понимают важность экономики я напомню всем знаменитую легенду платона об атлантиде которая собственно придумано платоном для того чтобы преподать некий морально-нравственный урок если перевести легенду об атлантиде о богатом острове который от собственного богатства взял и потом взял и был разрушен и потонул вообще и боги его покарали то если перевести эту легенду на связи к современной экономике то она гласит следующее что этот остров погиб потому что у него был слишком высокий ввп а самое смешное что платон не был это я сейчас отвлекаюсь от демократии самое смешное что платон не был так уж не прав потому что в древности высокий ввп был тяжелым обстоятельством он привлекал всяких варваров которые умели драться а обороняться было нечем потому уж чем выше у тебя ввп тем ниже у тебя гражданская храбрость я уже говорила об ассирийцах как но вы знаете это это правило которое действительно в буквально в течение тысячелетий я вот уже говорила об ассирийцах которые завоевали шумерские города я могу привести замечательный пример одного товарища которого звали атаульф это был племянник другого товарища которого звали аларих который в 410 году разграбил рим заметим разграбил они завоевал мужик не понимал что вообще можно завоевать собственно ему не интересно было завоевывать да у него были более скромной задачи так вот атаульф произнес совершенно замечательную фразу а он сказал это несправедливо когда люди храбрые и хода люди богатые и трусливые едят золотых тарелок а мы люди храбрые но бедные не имеем где головы преклонить я думаю что вот эту фразу вот в течение есть масса народу которая с удовольствием повторял эту фразу в течение многих сотен лет но впрочем так вот возвращаясь к экономике проблема заключается в том что в афинах был аристотель но афинах не было и не могло быть билла гейтса а потому что афинская экономика была как это не парадоксально чрезвычайно несвободной достаточно сказать что одним из главных для него сдерживающих моментов было то что свободные граждане не платили налогов вместо этого они делают добровольные пожертвования так называемые литургии это могла быть очень разорительная история потому что скажем литургия была там сооружение военных кораблей это была одна из самых тяжелых литургии она называлась три иерархия три иерархия потому что обыкновенно один человек не мог построить один корабль и они должны были складываться минимум втроем а так вот я к чему что когда вы платите налоги это одна схема общественных отношений а когда вы должны делать добровольные пожертвования то весь окружающий вас народ оценивает вас немедленно по количеству денег которые вы ему отдали по количество зрелищ которые вы для него устроили и вам становится неинтересно вкладывать деньги не станет становится неинтересно делать деньги капиталом делать так чтобы деньги приносили деньги потому что вас просто сожрут вам скажут что вы мало жертвуете для народа вам становится важным а инвестировать деньги в любовь народную я не буду больше говорить об афинах и я перейду к другому к другому периоду когда было очень много народного правления это европейское средневековье средневековые коммуны кардинально отличались от греческих полисов хотя бы тем что и гражданами были не воины а торговцы средневековые коммуны возникли в вакууме власти который образовался в средневековой европе в результате борьбы папы императора это было по замечательному выражению григоровиуса если вы хотите когда-нибудь прочесть лучшую историю средних веков и папства конечно читайте григоровиуса это было две силы война которых спасла свободу европы но самое поразительное заключается в том что вот эти средневековые коммуны которые ничем не напоминали афины или филы после того как они изгнали свою гнать знать или уменьшили ее влияние то типичным конфликтом внутри этих городов стал конфликт между зажиточными цехами и цехами бедными а между тем что во флоренции одно из самых типичных городов того времени называлась попала грасса и попала минута и замечательно чтобы греческие тираны от не отменили долги и делили земли и вовсе не всегда происходили из бедных слоев они просто пытались заручиться их поддержкой а во флоренции вожаками попала минута в разное время перебывали аристократ джованни дэла бела вальтер добриен заезжий авантюрист кстати у него добыл даже титул герцога афинского наконец самый богатый итальянский банкир казино медичи а фигуры герцога афинского как его замечает как его описывает макиавелли опять же из всех книг я думаю что многие здесь читали государя макиавелли но я всем очень рекомендую прочесть историю флоренции макиавелли и я всем очень рекомендую прочесть примечание макиавелли к первой декаде тита ливия так вот макиавелли очень забавно описывает как герцог афинский которого кстати пригласили в город флоренцию высшие гильдии испуганные простолюдинами вовсе не захотел поддерживать слабых олигархов тем более что знаете вот эти олигархи они всегда не очень любят тиранов зато он видел на примере своих сопременниках как легко добиться абсолютной власти опираясь на поддержку народа он даровал низшим гильдиям так называемым сотом а вернет на отдавал местным нищим так называем сотопосте право собираться в гильдию гильдию чернорабочих он заявил что все должности должны быть общественным достоянием и в 1342 году местный парламент который был сделанным всеобщим народным собранием парламента созванный как раз дебриеном провозгласил француза чужак чужака пожизненным владыкам флоренции право нацкать дело продолжалось недолго буквально через год его выкинули а но еще раз повторяю что во флоренции которая была но это нельзя назвать демократии потому что демократия греческое слово которая была коммунной и которую управлялась довольно разумно и управлялась только теми людьми которые имели имущество периодически вспыхивали вот такие вот революции одно из характернейших это восстание чемпи в 1378 году восстание гильдии чесальщиков вот замечательная политическая программа одного из них которая была изложена по-моему гвечардине по-моему это я цитирую гвечардине мы убьем и ограби всех тех жирных жирных в смысле граса которые знали изгнали наш из наших домов и мы сами получим эту землю и будем управлять ей как хотим и сами будем богаты при этом средневековые коммуны они попали практически в ту же ловушку которая была характерна для греческих полисов во первых будучи небольшими городами государствами они не могли против стать протяженным царством их очень часто завоевывали или удушали удушала королевская власть время королевская власть очень редко вела себя так как она вела себя вот наших советских коммунистических учебниках королевская власть очень часто пользовалась сначала поддержкой городов чтобы удушить знать например это сделала испанская королевская власть когда она просто использовала городское ополчение санта-херманда для того чтобы ограничить привилегии власти и королевская власть когда разбиралась с городом внутри, она очень часто поддерживала именно самые нищие слои, потому что знала, что с их помощью легко сокрушить людей зажиточных. То есть слабость в военном смысле, кому она была очень характерна. Характерна была слабость, что никогда жирный народ не мог объяснить тощему народу, почему ты не должен участвовать в правлении. Но как только тощий народ дарывался до правления, то его программа всегда была программой Шарикова. Вот нету в истории просто никаких других, ни в истории греческих полисов, ни в истории итальянских коммун, никакой другой истории, кроме всё поделить. Была коммуна, которая этого избегла, она называлась Венеция. У неё настолько была хорошо продумана конституция, что там даже никогда и не было народных возмущений, и там местные гранды, которые первоначально были торговцами, сумели оборонить свою власть и от тирана, и от народа, что нередко было одно и то же. Но дальше произошла одна ещё очень неприятная вещь. Поскольку они обороняли свою власть, то они обороняли её законодательно. И они, будучи сначала торговой республикой, настолько ограничили круг людей, которые имели право становиться грандом, что они просто закостенели и превратились в олигархию, которая не способна ни с кем соревноваться. Они уничтожили конкуренцию внутри города, они не смогли уничтожить её снаружи, и по мере экономического окостенения Венеции бывший торговый город сошёл мировой ареной. И вот, собственно, почему я об этом говорю, потому что, казалось бы, человечество очень сильно изменилось с античности и средневековья. У нас есть совершенно другой фактор, который называется технический прогресс, который, по сути, единственный фактор, который способен сделать богатыми всех или почти всех. Но как ни удивительно, то есть способен уничтожить то существовавшее раньше противоречие, что действительно не все могут быть богаты, а как только бедняки дорываются до власти, то начинается плохо. Но, как это ни странно, в современном мире перед демократиями стоят, в общем-то, во многом те же проблемы, что и в античной Греции и в средневековой Италии. Потому что очень часто нам говорят, что вот лучшая форма правления демократическая. Нам это говорят, собственно, политики, которые пришли к власти в результате всеобщих выборов, и, согласитесь, странно было бы, если бы Саркази, который пришёл к власти волею народа, вдруг сказал, что демократия – это дерьмо, и там народ хрен знает что. Это вообще такая очень характерная вещь, что у каждой эпохи существует какая-то своя форма правления, которую она называет наилучшей, вне зависимости от фактов. Вот сейчас эта демократия, в XIX веке это была монархия. Считалось, что монархия – это самая лучшая форма правления, а если какой-нибудь монарх сумасшедший, как, скажем, Пётр III, ну, неважно, всё равно есть священное право королей. Очень смешная, например, история была в Риме, когда римляне считали, что самый лучший способ правления – это республика. Почему это довольно смешно? То есть, собственно, они были совершенно правы, Рим был замечательной формой правления, но дело в том, что слово «республика» буквально общее дело, то есть буквально коза ностра. Но это, я тут сейчас отвлекусь, это вообще замечательная вещь – переводы одних терминов на другие языки. Да, вот слово «республика» на современно-итальянский переводится как «коза ностра», а на современно-английский переводится гораздо более приятным термином «commonwealth», который наверняка многие из вас знают. Вот я думаю, что многие из вас читали, а если не читали, то почитайте, книжки Азимова из серии «Foundation and Empire». А кто переведет слово «foundation» на арабский? Кто догадается? Вы мыслите в правильном направлении. Основание. Как будет по-арабски основание? Аль-Каида. Да, так вот, возвращаясь к замечательному слову «республика». Оно так понравилось римлянам, что они продолжали его употреблять даже тогда, даже в императорском Риме. И поэтому смешно читать где-нибудь уже у Требелия Аполлеона, очень поздних историков, как вот, значит, римские отцы какому-нибудь императору Валенту или еще того хуже, говорят «ты отец республики». И противопоставляют то, что происходит в Риме, варварству и тираническим обычаям царей, которые правят, допустим, в Персии. Вот-вот нравилось так римлянам слово «республика», что они там 400 лет не могли с ним расстаться, хотя это имело отношение к тому, что мы сейчас понимаем под республикой, прямо то, что стороны народной демократии имеют отношение к настоящей. Да, так вот, собственно, я о том, что замечательные слова типа «республика» могут выхолощиваться. И вот есть США, которые в современном мире являются тем же, чем Афины были для Греции, работающей демократией. А там можно выискивать достаточное количество недостатков, которые больше всего любят делать сами американцы, и кричать, что их демократия катится в пропасть. Ну, демократия всегда всякая катится в пропасть. По-моему, это Рональд Рейган замечательно сказал, что, сейчас, да, это Рональд Рейган сказал «Freedom is never more than one generation away from extinction». Свобода никогда не отстоит от гибели больше, чем на одно поколение. Человеческое общество, это такая очень динамичная экосистема, то есть если свободу не спасать каждый день, то очень плохо придется. Так вот, тем не менее, демократия в США работает. Демократия работает в Индии, что несколько неожиданно, потому что там очень много нищих. Но Индия, как и США, бывшая колония Великобритании, кстати. Работает демократия в Австралии и Канаде, кстати, тоже бывшая колония Великобритании. Но вот в бывших колониях Великобритания демократия работает, а о бывших колониях Испании этого не скажешь. И в Латинской Америке наибольших успехов добились те страны, которые, как, например, Чили под руководством Пиночета, демократии на некоторое время отказывались. Об Африке я вообще не говорю. Там есть случаи, когда выборы начинаются с ритуальных убийств. То есть это совершенно серьезно. Там вот есть две несчастные страны, Сьерра-Леоне и Габон. Полиция фиксирует случаи. Кандидат приносит человеческие жертвы, чтобы заручиться поддержкой духов. Неизвестно, каких именно, неизвестно, какой именно кандидат. Просто известно, что количество убитых младенцев перед выборами резко возрастает. Собственно, такой же парадокс на Ближнем Востоке. Мы видим сейчас, что по прошествии некоторых количеств десятков лет, что наилучшие экономические результаты показывает Дубай, где не было никаких революций, а не какая-нибудь джимахерия. То есть не те страны, где в 60-х произошли народные революции, а те, в которых сохранились наследственные монархии. Есть очень тяжелая промежуточная история, которая называется Европа. Я сейчас о Европе долго не буду говорить. Я не уверена, что со все со мной будут согласны, потому что я думаю, что мы наблюдаем закат Европы. Я, конечно, понимаю, что закат Европы – это такая расхожая фраза, на тему, которую еще Шпенглер писал. Но проблема заключается в том, что когда нам говорят, что Европа всегда была демократической, это неправда. В Европе всегда, больше, чем в других странах, было развито, по крайней мере, в некоторых странах Европы, особенно Англии, была развита защита прав собственности и личности. Но это не было связано с демократическими правлениями. Более того, не то, что до начала XX века, а до Второй мировой войны очень небольшое количество стран Европы управлялось демократиями. И когда Европа начала покорять мир, ей правили вовсе не демократии, а в разгар собственного этого триумфального покорения мира Европа не отличалась ни гумантностью, ни терпимостью. И то, что сейчас называется европейской демократии, оно весьма молодо. Оно началось после Второй мировой войны и совпало с двумя уникальными обстоятельствами. Первое. Речь шла об обществе, в котором господствует тотальная разруха при высокообразованном населении. То есть такая разруха, которая обеспечивает взрывной рост экономики и даже вот самые ленивые итальянские чонки не потребуют от государства в таких условиях многого. И во-вторых, с угрозой со стороны СССР, потому что угроза, опасность завоевания всегда мобилизирует защитные силы общества. Однако мы видим, что этот золотой век европейской демократии не продолжался и 50 лет. И он сменяется все большим засилием, он сменяется демократией, которая превращается в бюрократию. И он сменяется большим количеством бюрократических чиновников, которые, во-первых, специально создают сословия, которые будут зависеть от них, которые будут зависеть от разжиревшего государства, которые выдают огромное количество пособий. А во-вторых, импортируют таких, зависящих от государства людей, из других регионов, сначала под видом беженцев, а потом давая им гражданские права. И, откровенно говоря, это та вещь, которую надо смотреть с цифрами в руках. Но у меня есть серьезное подозрение, что главным экономическим преимуществом Европы сейчас становится гарантия, которую она может предоставить любым желающим инвестировать в европейскую экономику диктаторам. Я не уверена, что если бы не миллиарды, ну даже со стороны той же России, европейская экономика бы оказывала положительный рост. Но я уж не говорю о такой маленькой мелочи, что в этих условиях европейские политики очень часто кричат о своей высокой нравственности только за тем, чтобы подороже эту нравственность продать и поступить на службу в Газпром или еще куда-нибудь. То есть я хочу сказать, что как ни парадоксально, но Европа не избегла того проклятия, которое висело над демократией в Греции. Тогда нищие избиратели голосовали за тех, кто раздаст и поделит. Господство немногих приводило к господству толпы, а господство толпы приводило к диктатуре. Теперь все больше и больше склонный к иждивенчеству европейский избиратель голосует за тех, кто обещает ему еще больше. Вот последний пример, что сделали германские избиратели после того, как Китай обогнал Германию по объему экспорта. Ответ, они подняли пенсии. Но германские пенсионеры сейчас составляют 40% населения. И последнее, о чем я, собственно, хочу сказать, что самые успешные и устойчивые демократии мира, я уже об этом говорила, были построены в странах, бывших колониями Великобритании. Так что не совсем правильно говорить, что мир покорила Европу, потому что мир покорила именно Великобритания. И ответ на вопрос о том, как небольшому государству удалось построить такую огромную империю, очень просто. Это была частная империя. Когда мы сейчас читаем Адама Смита, про булочника, мою любимую фразу про булочника, который увеличивает общее благо не потому, что он работает на общее благо, а потому, что он получает прибыль и печет булочки. Мы недооцениваем степени того, насколько экономика Англии того времени, конца XVIII века, была абсолютно не похожа не то, что на экономику Советского Союза или Венесуэлы. Она не была похожа, не экономика государственного устройства. Она не была похожа на любую современную страну, включая США. Достаточно сказать, что флот Англии был почти весь частный, и война, которую Великобритания вела против Испании на море в XVI-XVIII веке, это была частная война, или частные корабли, предводимые, оплачиваемые частными гражданами. Они, правда, обычно назывались пиратами или в лучшем случае приватирами, как сэр Фрэнсис Дрейк, и даже непобедимая армада, которую разгромили англичане, было разгромлено именно частными кораблями, Armed Merchants Sheeps. Там даже очень смешная часть, там вот, я не знаю, кто-нибудь читал подробности сражения этого, они довольно забавные, потому что характер, частный или государственный характер владения кораблями очень сильно оказывал влияние на вооружение, и в результате столкновения англичан с непобедимой армадой произошло, грубо говоря, следующее. Испанские корабли были очень солидные, как полагает государственное, большие и толстые, с большими и толстыми пушками, поэтому их ядра пробивали, огромной обладали силой, но они недалеко стреляли. А английские корабли, поскольку частные, да, и верткие, на них пушечки были поменьше и стреляли гораздо дольше, но у них ядра были слабые, поэтому, в принципе, бой был не очень решительный, поскольку он заключался в том, что испанские ядра не долетали до английских кораблей, а английские ядра от испанских кораблей отскакивали. Вот, но возвращаясь к... Кстати, вот этот вот характер вооружения, это вообще очень интересная история, история английских вооружений, потому что это были очень часто частные вооружения, которые принимались на вооружение частными судами. Я очень люблю историю морской пушки «Коронады», которая обеспечила триумфы английского флота в конце 18-го, начале 19-го века. Мало того, что она производилась на частном заводе, она была впервые принята на вооружение частными английскими торговыми судами, а адмиралтейство долго не хотело ее принимать. Была другая история, пулемет Хирама Максима. Это штука, которая перевернула представление о войне. Вот вся Первая мировая война, большая часть мясорубки, которая устроилась в Первой мировой войне, была устроена пулеметами. Пулемет Максима обеспечил английским частным же компаниям завоевания Африки. Вы будете смеяться, мало того, что он запущен был в производство на деньги Ротшильда, так Хирам Максим, а он американец был, его биография необыкновенно интересна. Это замечательный изобретатель, который сначала предложил свое оружие американской армии, она сказала, не, не хотим, не нравится, неинтересно. Потом итальянской и австрийской, тоже им не понравилось. И даже британской армии, он уже в Лондоне показал свой пулемет, и главнокомандующий так почесал репу и сказал, да, надо доработать. И трудно сказать, чем бы кончилось дело, если бы на этой презентации не присутствовал Ротшильд и сказал, а, это то, что надо. А Ротшильд, напомню, в то время был акционером компании Сесил Ротса, а Африку покоряли тоже частные британские компании. И вот в очень короткое время частная армия Сесил Ротса была вооружена этим пулеметом. А, собственно, вот тот факт, что всей британской империи в значительной степени управляли частные компании, привело к необыкновенной экономии солдат и чиновников. Достаточно сказать, что Индия управляла тысячи чиновников. И вопрос, почему именно в Англии государство, а государство владеет свойством поглощать всё, делегировало частным компаниям даже такие вещи, как ведение войны и территориальную экспансию, которые, ну, сейчас кажется, ну, вот просто, ну, скажи кому-нибудь, что войну может ввести кто-то частный. Любое государство возмутится. А в Англии не только флот был частный, в Англии ещё в конце XVIII века было совершенно фантастическое правило. Если ты можешь вооружить на свои деньги полк, то, пожалуйста, иди вооружай, и будешь полковником. Как вам такой арренджмент с точки зрения современного государственного устройства? Вот. И как такое могло получиться в Англии? Ответ очень прост. Англии было избирательное право, очень ограниченное. И хотя это была не монархия, монархия, а не демократия, избиратели были налогоплательщиками. Это принципиальная разница, потому что нищий избиратель голосует за то, чтобы государство дало ему побольше, а налогоплательщик голосует за то, чтобы платить меньше налогов. Если у вас нет, есть деньги и нет холодильника, если у вас нет денег и нет холодильника, то вы проголосуете за то, чтобы государство дало вам холодильник. Но если у вас деньги есть, а холодильника нет, то вы проголосуйте, чтобы государство не лезло, я холодильник куплю себе сам, не надо, да, только не берите от меня, и вот, собственно, это то, о чём я хотела сказать, что демократия работает только в том случае, если ваш избиратель является налогоплательщиком. Лозунг американской революции, помните, no taxation without representation, нет, не будем платить налогов, если у нас нет представительства, вот верное и обратное, никакого представительства не бывает без налогов, потому что избиратель, являющийся налогоплательщиком, заинтересован в том, чтобы минимизировать государство, а избиратель, налогоплательщиком, не являющийся, заинтересован в том, чтобы получать от государства как можно больше. И это большая проблема, которая стоит перед огромным количеством стран третьего мира, в том числе и России, в данном случае мы не страна третьего мира, но мы страна, в которой налогоплательщиков нету, в которой люди не понимают своей ответственности, не понимают, что они должны давать деньги государству, чтобы оно функционировало, и постоянно спрашивают с государства по причине своей советской привычки то-то, то-то и то-то. И еще раз повторяю, для чего я все это рассказываю, потому что у нас был короткий период демократии. При Вильцине у нас была демократия, у нас государства, может быть, не было, а демократия была. И кончилось это очень плохо, потому что избиратель сначала начал голосовать за коммунистов и ЛДПР, то есть за каких-то наших местных герцогов-финских, за каких-то наших местных тиранов. А потом избиратель в 99-м году, ну, собственно, выбор был небольшой, Путин или Лужков. Ну, а разница какая, да? Ну, хорошо, Сечина бы звали Батурина. Ну, разницы в общественном устройстве не было бы, если бы выбрали Лужкова. И это произошло бы именно в результате народного волеизъявления. Точно так же, как в Венесуэле Чавес пришел к власти в результате народного волеизъявления. И я думаю, что тот режим, который у нас есть сейчас, он не очень стабилен, судя по всему. Судя по тому, что эти ребята уже обменивают свои активы на западные активы. Судя по тому, что происходит на Ближнем Востоке. Ну, во всяком случае, я думаю, что вот здесь сидящие доживут до конца этого режима. Вопрос это... Нет, понимаете, вопрос-то не в том, что когда эта штука кончится. Вопрос, она кончится, да. Вряд ли там 26 дворцов, там песни с Шерон Стоун и так далее. Вряд ли это навсегда, вряд ли это на 20 лет. Но весь вопрос о том, что будет дальше. Потому что устройство российского общества сейчас таково, что придет следующее построить себе 36 дворцов. Предварительно, конечно, раздав эти 26 народу. И вот без серьезной реформы самого общества, ситуация, при которой любой нищий проголосует за то, что ему кажется свободой, и то, что кончится новой диктатурой, это очень вероятный вариант. Так, вопросы, собственно, я, видите, тут все это дело скомкало, именно за тем, потому что мне сказано было, что... А как Вы прокомментируете недавние существенные ракировки высших эшелонов власти, в частности, отставку Миловидова с поставки СПР, и план Медведева вывести сейчас министров из Совета директоров госкорпорации? Вы знаете, вот почему-то кто-то забыл, что Медведев уже года три назад обещал их вывести из Совета директоров госкорпорации. Уже было? А Дмитрий Анатольевич у нас, он живет в будущем времени. Он, как каждый раз, хочет заставить нас обсуждать что-то, что он сделает потом. Вот я бы хотела хоть единственный раз пообсуждать, что он уже сделал. А отставку, ну а не? А вы знаете, честно, просто никак. Так, пробрать не буду, не знаю почему. Не интересовалась этим вопросом. Юлия Леонидовна, а какие бы вы реформы привели в нашем обществе, в нашем институте? В первую очередь. Все эти реформы очень тяжелые, потому что первая реформа – это создание класса налогоплательщиков, заставить всех платить налоги, именно самих. И, в принципе, идеальным обществом является такое, где голосует только тот, кто платит государству хотя бы на копейку больше, чем получает субсидии. Вот как это устроить, как надеть на кошку колокольчик? Потому что я, еще раз, я даже не уверена, что что-нибудь в этом роде не будет предпринято, скажем, на Западе или в Америке. Особенно в Америке, потому что там реально люди озабочены тем, что все большая прослойка людей, которые получают от государства какие-то блага, хотели бы голосовать за то, чтобы этих благ становилось все больше. Я еще раз повторю фразу Рональда Рейгана, что И еще раз повторяю, идеальным является то общество, где голосует только тот, кто хотя бы на копейку отдает больше, чем получает. А как это технически реализовать? Вот один из моих слушателей предложил гениальную идею, которую я могла бы по аналогии с казначейскими акциями, но вы знаете, что казначейские акции не голосуют в компаниях, назвать идею казначейских голосов, что каждый имеет право проголосовать, а имеет право вместо того, чтобы проголосовать, получить, скажем, полторы тысячи рублей. Ой, как хорошо! Вот, тогда, в общем, все ребята, которым немедленно не хватает полторы тысячи рублей горло промочить, пойдут и сдадут свой казначейский голос, и он не будет учитываться. Очень оригинальная идея, но вот было бы здорово. На самом деле, может, не было бы здорово, потому что это привело бы к экстремизации в жопу, потому что те, кому все равно, пошли бы и получили свои полторы тысячи, учитывая бедность нашего населения, это все-таки много. А нацисты бы пошли голосовать. Это я хотела сказать. А вы знаете, я надеюсь, то есть это, по крайней мере, мое личное убеждение, что вот нацисты, аль-Каида, вот все эти прыткие ребята, они, их доля в населении на самом деле не очень велика. Она очень заметна, потому что достаточно двух дурных голов, чтобы, вот посмотрите, Тихонов и Хасис. Два человека, которые сейчас сидят на скамье подсудимых за Маркелова и Бобурова. Судя по всему, это очень небольшая группа, там было человек 5-6. Но на ее совести практически все громкие убийства, которые были совершены за последние годы. Это убийство судей Чувашова, это убийство борца муслима Абдулаева, это и убийство антифашиста Хуторского, и другого антифашиста Джапаридзе. И там, по-моему, и голову-то Таджику они отрезали. И еще, в общем, как куча, куча. А ребят на самом деле немного. Шесть человек наделали такой шухер. Ну, плюс там их куратор из администрации президента. Но он не знал. Он был не в курсе, на что идут деньги. Вот, то есть, как раз, когда эти люди голосуют, то их доля оказывается не очень большой. Я приведу пример. Когда талибы голосовали в Пакистане, они получили 2% голосов. А шухеру? Ну, в принципе, вы правы, что, конечно, люди одержимы сверхидеей. Но пусть голосуют люди одержимы сверхидеей, не страшно. Главное, выключить из голосования ту часть, которая сверхидеей неодержима, Шариковых выключить. Но которые считают, что все надо поделить. Вот очень тяжело будет отчитать вот эту сумму денег, которая именно Шариковых берет, а не тех, кому важны эти полторы тысячи, грубо говоря. Извините, тут человек сам делает выбор. Ему нужны полторы тысячи или проголосовать? Если ему нужны полторы тысячи, он Шариков, вперед. Ну, да, это все справа, конечно, но просто очень многие люди считают, что их голос ничего не значил. И может получиться так, что, грубо говоря, 90% возьмет полторы тысячи, очень грубо говоря, и 2% на этом фоне станут уже силой. Разумно. Если правильно получилось в Афранции, они, конечно, потом вывернули это, но было такое все. Нет, очень разумное замечание. Смотреть надо. Если вы считали честно, вот в чем вопрос. Считали это нечестно, вы все честно сделаете, я бы 100% уйду за стеграми. Опять-таки... Нет, нет, но мы имеем в виду, да, и система голосования, при которой будут считать действительно честно. Я-то говорю о том, что даже если в России будут считать честно, то там, да, Единая Россия, вот нынешних выборов, да, завтра стоятся выборы, и считать будут честно. Но Единая Россия наберет там 20% голосов. А если перед этим пустить Немцова на телеэкран, то вообще, да, фиг наберет. Так, ну, извините, остальное поделят между собой ЛДПР и коммунисты. И еще какая-нибудь Харри вылезет. Юлия, вот вы недавно в «Новой газете» была ваша статья критическая в адрес международных правовых и правозащитных организаций. Вот, а как вы относитесь к правозащитным отечественным организациям, а также к правозащитному движению и в Украине 31? Нет, к стратегии 31 я отношусь очень хорошо. К нашим я отношусь очень по-разному. Ну, во-первых, среди них есть просто, безусловно, святые люди, как Людмила Алексеева. То есть, условно говоря, если я с Алексеевой в чем-то не согласна, то я прошу считать право Алексееву. Вот, там есть замечательные люди, типа Олега Орлова, Александра Черкасова. Есть люди, которые, я понимаю, что они абсолютно искренние, но их позиция для меня неприемлема. Это, например, Лев Пономарев. Могу объяснить, почему. Вот мы с Львом сидим, он мне объясняет, что он, да там, заботится о каком-то заключенном, который что-то пострадал за свои права. Я говорю, Лев, а за что этот человек сидит? А Лев говорит, а мне это не важно. Ну, может, я циник, мне всегда важно, за что человек сидит. А если он чикатило и порезал себе вены, хрен с ним, да? Вот, у нас не такая большая прослойка правозащитников, которые циничны, и которые, то есть у нас те правозащитники, правозащитники, которые циничны, работают при Кремле. Да, там есть у нас Александр Брод, еще что-то, да, но такие нерукопожатные люди, которые представляются правозащитниками, на самом деле, представляют интересы государства. То есть ситуация, при которой у нас человек именно отстаивает интересы международной бюрократии, она достаточно редка. Есть очень неприятная и тяжелая проблема, с которой я правозащитникам практически всегда не согласна, эта проблема называется Кавказ. Есть старинная отечественная, уже старинная, уже отечественная, именно отечественная, правозащитная традиция, согласно которой там все, что происходит на Кавказе, это наши силовики или кровавые кадыровцы убивают невинных людей, а эти невинные люди, ну, молятся по-другому. А если они когда-нибудь кого-нибудь убили, то только из-за того, что их там довели несчастные силовики. Я могу честно сказать, что когда я впервые начала приезжать на Кавказ, я сама разделяла в основном эту точку зрения, потому что, в общем, все кавказские исламисты, они очень здорово умеют прикидываться так в первом приближении, они делают там губки бантиком, говорят, ой, нас довели, ой, нас довели. И я помню, как я приехала в Нальчик после ихнего восстания в 2005 году, и вот там вот сидят все эти девушки в платках и рассказывают, как их мучили, как их довели, как их заставили. И действительно, кстати, довели. Менты там были полные сволочи. Но вот их, с одной стороны, довели, а с другой стороны, потом читаешь их программные документы, тех же Нальчикских ребят, о том, что убивать надо каждого кяфира, и заодно тех, кто приравнен к кяфирам. То есть собственных мусульман тоже, если они не приняли участие в восстании. Вот, и это очень тяжелая история, потому что за эту правозащитную позицию заплатили, на самом деле, своими жизнями Политковская и Стемирова. Наталья Стемирова была абсолютно святой человек. Но она, ничтоже сумняшися, воспроизводила, когда к ней приходил любой боевик и говорил, да нет, вот меня тут случайно, и моего брата случайно, и ни за что. Она, ничтоже сумняшися, всегда воспроизводила именно его позицию, именно его вранье. А простите меня за цинизм, но я думаю, что Кадыров лучше знает, кто боевик, а кто нет, чем Наталья Стемирова. Она за эту позицию, которая международным организациям не стоит ни хрена, которая для них просто вот блажь и торчевство заплатила жизнью. А ужас заключается в том, что стоило ли отстаивать этих людей. Эти люди лжецы, патологические, и они, я имею в виду исламистов, и они очень хорошо, не просто умеют лгать, они сделают это в своей профессии, они очень хорошо знают, что говорить правозащитнику, чтобы правозащитник сплеснул руками и сказал, ой, какой ужас. Вот это очень тяжелая история. Юлия Леонидовна, вот, как бы, в тему статьи. Вообще правозащитные организации, они созданы для того, чтобы защищать права человека, получается. Но... Ну, в общем-то... Если получается так, что правозащитные организации идут рукооб руку с террористами, а само государство не из состояния защищать человека, то на кого надеется? Это мы про Россию или про... Нет, это... На самом деле, я говорю, у меня есть сильное подозрение, что все правозащитное движение, вот, в целом, оно недооценивает ситуацию в современном мире, где далеко уже не только государство обладает монополией на насилие. У нас просто очень много групп развелось, которые, как террористы, да, сами готовы творить насилие, и государство не является одним из... Одним из самых страшных игроков на этой арене. Но ответ заключается в том, что... Ну, западное государство все равно более или менее действует. Та же Америка, ну, худо-бедно, ну, кушает в Нистинтернашнл, борется она с террористами. Все-таки, я думаю, один из основных ответов заключается в том, что главное преимущество открытого общества заключается в том, что оно умеет создавать. То есть террорист все равно не умеет создавать. Террорист все равно умеет только разрушать и объяснять там, почему... Не важно, какой идеей он руководствуется, там он из сверкающего пути маийского или из исламистской организации. Террорист никогда не создаст айпода. И вот это главное преимущество, которое позволяет открытому обществу выживать. Но главная вещь, о которой я постоянно говорю, у нас очень модно ругать государство. Причем государство модно ругать всегда. Государство модно ругать на Западе. Так же, как в Афинах было модно ругать демократию. Да и я сейчас этим занималась. И государство очень просто и хорошо ругать в России и кровавую габню, и вот это вот, и 26 дворцов, и все остальное. Ну, потому что оно того стоит. Но если вы посмотрите, что угрожает любому технологическому обществу, то вы увидите, что обществу угрожает не только изобилие государства, или тем более неправильно устроенное государство, но и его отсутствие. Вот я, пожалуй, это одна из центральных вещей, о которой я хочу сказать, поэтому я немножко растекусь мысью по древу. И вот я вернусь к булочнику, который печет свои булочки, и получает из этого прибыль, и этим способствует увеличению собственного общественного блага. Ну, давайте зададимся вопросом. При каких условиях булочнику невыгодно печь булочки? Ну, например, если приходит террорист, каждый четверг и все взрывает. Невыгодно печь булочки. Приходит грабитель каждый четверг и тоже все забирает. Невыгодно печь булочки, булочке выгодно быть грабителем. Выгодно быть грабителем. Приходит чиновник, ну, дальше санэпидстанция, это мы все наизусть знаем, да, никому рассказывать не надо. Или, скажем, наш булочник, да такой неортодоксальный вариант, выходит замуж за, скажем, дочку президента или царя, и царь издает указ, так, булочки покупать только у него. Это я к тому, что в этом случае булочнику не выгодно печь хорошие булочки, ему выгодно печь плохие. Потому что он зарабатывает не потому, что он печет хорошие булочки, и к нему приходит народ, а он зарабатывает на разнице между себестоимостью, которая чем ниже, тем лучше, и ценой, потому что покупать все равно только у него. Или, например, такой пример. Нашему булочнику невыгодно печь булочки, если придет бюрократ и даже не возьмет денег, но скажет, знаешь, вот ты должен это предписание выполнить, это предписание выполнить. Твоя булочка должна быть круглой, не должна быть прямоугольной, или должна быть прямоугольной, не должна быть круглой. И вообще ты выбрасываешь воздух CO2 слишком много. Да, вот мы сейчас с тебя столько штрафов сдерем, что твоя булочка будет невыгодна. И тому, кто покажется, что я преувеличиваю, я просто напомню два замечательных предписания Евросоюза, а то насчет того, что огурцы должны быть прямые, а не кривые. Другое насчет того, что яйца должны весить, а что коробка яиц должна продаваться на вес, а не на штуку. Вот. И еще одно очень важное условие. Булочник не будет, не будет ему выгодно продавать булочки, если все общество считает, что он должен их раздавать. Вот, наверное, кому-то не поверит, что общество может быть встроено таким образом, да? Вот кто верит, что есть общественное устройство, которое считает, что булочник обязан пить булочки, их раздавать. Поднимите руку. Так вот, я должна вам сказать, что такое общественное устройство не только есть, но его, правда, сейчас очень мало, не только существовало в течение тысяч лет, но, собственно, было основным общественным устройством, которое существовало у человечества до тех пор, пока человечество не обзялось государствами какими-нибудь. Это что называется «даровая экономика» с уговорением на первом слове. Она описана таким очень известным человеком, которого называют Карл Паланье. Можете посмотреть его в сети. И «даровая экономика» заключается в том, что всякое общество... Ну, таких обществ было масса в Полинезии, в Меланезии. А «даровая экономика» заключается в том, что считается, что товар... Нету товара, нету даже продукта обмена. Вот всё, что вы делаете, вы должны подарить. Причём очень часто, очень смешно происходит в некоторых обществах обмен, например, в Меланезийских обществах, на Требрянских островах, когда его описывал Малиновский обмен, происходил так. Вы дарите... А дарит чего-то Б, Б дарит чего-то Ц, и С дарит чего-то Д, а Д дарит уже чего-то А. А вот такой сложный круговорот, который на самом деле связан с тем, что вам надо как-то... Товары не являются предметом обмена, а являются предметом, который создаёт общественную связь между людьми в отсутствии государства. И очень много человеческих обществ, вот в первобытных обществах не было белых гейтсов, а потому что всё надо было раздавать. Устраивать пир, просто раздавать. У индейцев в Северной Америке была церемония, которая называется Патлача, которую, наверное, многие слышали. А если не слышали, это очень интересно. Патлача заключалась в том, что вот ты вождь, ты в течение года там наварил, наел, настругал, да, что-то создал. Вот во время пира, который называется Патлача, это всё должно быть съедено или уничтожено. Вот что не съели, то сожгли нафиг. Это к вопросу о булочнике. Булочник в таких условиях не может создать себе капитал. Он булочку сварил и должен её раздать. Так вот я, собственно, почему так долго говорю, потому что есть масса условий, при которых булочнику невыгодно печь булочки. И если мы пытаемся суммировать эти условия, то эти условия могут быть как недостатком государства, при даровой экономике или при наличии грабителей, так и избытком государства. То есть нельзя сказать, что вот если государства нет, булочнику хорошо. Нет булочнику тоже хреново. А в конце концов, вот можно сказать, чем отличалась история при Ельцине от истории при Путине? Потому что при Ельцине государства не было. То есть, да, можно было купить это государство за долю малую. Было приватизировано практически всё, начиная там от права неуплаты налогов крупными олигархами. И то, что государства не было, привело к тому, что рыночная экономика развивалась, скажем так, очень косо. А сейчас государство, как бы сказать, можно сказать, что государство есть и больше ничего, кроме государства нет. А можно, наоборот, сказать, что государство приватизировано небольшой кучкой людей, которые считают, что оно есть самый высокодоходный инструмент. И так плохо, и так плохо. Так вот это я, значит, к чему? Что без государства, господа, тоже не обойтись. Что, к сожалению, кроме невидимой руки рынка, должна быть невидимая рука государства, которая играет безумно сложную роль. Потому что если оно чуть-чуть разрастётся, сволочь, то оно тут же всё само сожрёт. Но если его нет, то ничего не будет. Так что я государственник, господа, в этом смысле. Я не уверена, что это всегда заметно, но я очень жёсткий государственник. Нет, не в экономике. Вот экономика, как сказал Каха Бендукидзе, надо продать всё, кроме совести. Да, а вот как раз экономика, это дело частных лиц, а государство должно быть делом другого государства. У вас много статей, посвящённых проблем Северного Кавказа. И вот сейчас, ладно, такая статья, я помню это предметное название, «10 отличий русского фашизма от чеченского». В частности, там был такой тезис, что одним из различий является то, что такое понимание, как «я русский, значит, я самый лучший», звучит для российского языка, но в котором преимущественно русский русский русский, как она, а чеченский репетент, и про различные проблемы, о том, что, допустим, Лето, Чечне, как написали, Чечне освещал своих фунтов эльфинов, которые устроили бессмаряты в лагерях. Ну вот, как я вам говорю, то, что российский мусульман из нашей страны, из нашей политической жизни, считаю, что говорят, их численно приближается к 20 миллион. И в связи с этим вопросом, каким образом, через какие институты и с помощью каких мер должна происходить интеграция мусульман, то есть у мусульмансированных Кавказов в общероссийском мультивном пространстве? Нет, но мусульман или чеченцев, большая разница. Нет, потому что, когда я говорила именно с... Вы совершенно правильно воспроизвели то, что я сказала насчет Чечни, да я думаю, вы во многих интервью Кадырова могли прочесть, раз я чеченец, значит, самый лучший. Цитата закончена. Он чеченец, поэтому он не мог ошибаться. Что-нибудь в этом роде. На самом деле, Чечня, она специфическая даже для Северного Кавказа. Я не думаю, что вы где-нибудь в Дагестане встретите вот в таком открытом виде эту позицию. И понятно, почему. Потому что чеченцы это народ, который был сослан в Казахстан, который, чтобы выжить, должен был максимально отстаивать права единоплеменников. Кто не читал этой части архипелага ГУЛАГа, просто должен прочесть ее не только как классику отечественной литературы, но и как классику политологии. А что единственный, кто отстаивал свои права, и никогда не сдавался перед вот этой страшной сталинской машиной, одни из немногих, это были либо чеченцы, либо там люди, вдохновленные каким-нибудь религиозным идеалом, какие-нибудь сектанты или слишком убежденные православные. Но с мусульманами, понимаете, мусульман 20 миллионов, одну секундочку. А православных у нас сколько? Больше 2 миллиона. А каких православных вы имеете в виду? Ну-ка, кто здесь православный, ребят? И кто здесь циркой входит? А как же свобода совести? Да нет, ради Бога, я просто говорю, 20 миллионов мусульман, сколько у нас на самом деле мусульман? Ну, наверное, в такой же пропорции, ну, больше чуть-чуть, чем православных, да? то есть, две разные истории, мусульман или кавказцев. Сочи, план Северный Кавказ, жаль, тоже, потому что, можно сказать, что в последние 10 лет требуется заключение в согласно договоры с кавказским исламом, для того, чтобы противодействовать экстремизму, терроризму. Но со временем это вызвало обратный эффект, потому что республики Северного Кавказа в культурном плане стали сильно отдаляться от остальной России, потому что в Северном государстве там есть в Северном Кавказе. Не, смотрите, у нас немножко по-разному. У нас, первое, давайте честно, у нас нет таких проблем в Татарии и Башкирии, как на Северном Кавказе. Я могу цинично сказать, почему нет, потому что там российская модель рождаемости, европейская. Да, существует известная теория youth bulge, да, вот этого молодежного выступа. Если у вас рождается много молодежи, эта молодежь всегда будет куда-то бегать. Во время конкистадоров она побежит завоевывать Латинскую Америку, на Северном Кавказе она побежит в лес. А в Татарстане проблемы с рождаемостью нету, поэтому, да, даже если там заведется две с половиной группировки, которые будут кричать «Аллах Акбар» и взрывать что-нибудь там у себя под блоком, ничего страшного. Просто, да, значит, проблема есть в Северном Кавказе. На Северном Кавказе каждая республика разная, совсем разная, перед каждой из них стоят слишком разные проблемы. Вы совершенно правильно сказали насчет договора с исламом, вы, видимо, ведут суфийский ислам, а суфийский ислам тоже очень разный, то есть я просто тем, кто не в курсе, на Кавказе есть традиционный суфийский ислам, который восходит еще к имаму Шамелю, есть суфийские ордена, и есть вот этот вот новый, одни называют ваххабитский, другой салафитский ислам, правильное название, конечно, салафиты, который, собственно, заключается в том, который говорит и совершенно правильно говорит, что традиционный суфийский ислам Кавказа оброс суевериями, оброс местными обычаями, оброс, скажем, такими вещами, как почитание какого-нибудь священного камня, шейха, идола, еще что-нибудь такое, амулет носят, значит, это все неправильно, это все не есть чистый ислам. И с теологической точки зрения они совершенно правы. Кроме того, у них изначально была еще такая позиция, что, ну как, каждая кавказская похорона или свадьба, это там сущее разорение. Это вот там на Западе так на уставной капитал предприятия собирают, а тут на свадьбу, на три года вперед в долгах. И вдруг пришли ваххабиты и говорят, нифига этого не надо, а вообще в Сирии покойника бегом хоронят. И забывают об этом на следующий день. Это типа так надо. Вот, и на самом деле там это была изначальная позиция, которая потом немножко сблизилась. Что я имею в виду? Потому что, значит, потом суфийский ислам тоже, понимаешь, он проигрывает, стал говорить, да нет, вот не обязательно надо там 200 тысяч рублей тратить на похороны, и каждому давать пакеты с едой пришедшему, и вот имаму, который пришел отпевать, давать самый большой пакет, в котором там класть гречку, а не рис, да, там еще имам выбирал, я не гречку не хочу, или там подсолнечное масло не хочу, хочу оливковое. Вот, и то есть традиционный ислам на эту тему расслабился, а в свое время ваххабиты в свою очередь, они, знаете, я помню, я приехала в село Гимры, а оно такое ваххабитское село, и беседую с местным имамом, и говорю, слушайте, а у вас тут вот по пути Зейрат стоит, Зейрат, ну, священное место такое поклонение, там не могила самого Шамиля, но там, типа, как бы считается, что это могила, и говорю, а вот это как, это язычество или нет? А мне так имам так поколебался, но все-таки это же Олл и мамы Шамиля, он говорит, ну, значит, если они понимают, что это, типа, не священное место, а просто достояние истории, то можно. Вот. Короче говоря, а как мусульман интегрировать в Западную Европу? Плохо. Да, и тяжелейшая проблема? Ответа у меня нет. Я знаю только одну вещь, первая, никакая мысль не должна быть наказуемая, в том числе и то, что называется ваххабизмом. То есть, если приходит человек и говорит, здесь, на этом месте должен быть, на Сиренном Кавказе, должен быть и Марат Кавказ, и русских здесь не должно быть, то, извините, эта мысль не наказуемая, точно так же, как не наказуем нацизм и так далее. Вот приходит человек и говорит там, или приходит русский и говорит, надо убивать всех кавказцев. Ребята, извините, если это мысль, это не наказуемая. Но мы должны понимать, что такие люди находятся в группе риска. Если человек говорит, надо убивать всех кавказцев, то, ну, козёл, да? Ну, наказывать его, на мой взгляд, не за что. Но он находится в группе риска. Если он возьмёт оружие, его надо сажать. Точно так же, человек, который говорит, надо убивать всех русских, я боюсь, что его наказывать не за что. Но он находится в группе риска. Более того, как бы, исторически так получается на Кавказе, что люди, которые это говорят, они, мало того, что они легко становятся добычей боевиков, то есть, ну, они так говорят, они же вынуждены так и жить, к ним, они, кто-то знает, что они так говорят, к ним приходит, собрат по вере, говорит, вот-вот, дай переночевать, а этот собрат в розыске, ты же ему не откажешь? Он переночевал у тебя, сфотографировался с тобой на сотовый телефон, да, потом говорит, слушай, а привези вот туда-то оружие. Тут-то, кучайка очко заиграл, он говорит, я не хочу везти оружие. А, вот ты на сотовом телефоне, сейчас я сдам чекиста. А что такое евро-ислам? Знаете, мы просто сейчас разговариваем на тему, да, которая должна, ну, уже тут народ даже потихонечку начинает расползаться, которая, которая достойна отдельного разговора, на который у меня нет ответа. А потому что, ну, а что такое секулярный ислам? В Татарстане, например, секулярный ислам. Нет, в Турции. А это ислам? Ну, в какой-то мере. Ну, так сказать, в той мере, в которой он секулярный, он не ислам. Ну, почему же? Там же в Коране напрямую не написано, что надо идти и всех убивать там. Не-не-не, одну секундочку, в Коране это не написано, но, понимаете, во-первых, то же самое касается и христианства. Если это секулярное, оно не христианство. Любая монотеистическая религия тоталитарная. И христианство просто выдохлось. И христианство, которое насаждало себя огнем и мечом и сжигало на кострах в Испании хрен знает чего, это тоже тоталитарная религия. И у христианства просто, извините, зубы у гадины выпали. Почитайте, да, там, процесс Галилея, и как эти ребята объясняли, что солнце не может вращаться, то есть земля не может вращаться вокруг солнца, потому что в книге Иисуса Навида написано по-другому, точка. Их аргументы ничем не отличались от тех людей, которые говорят, сейчас в Коране по-другому написано. Другое дело, что христианство ну как-то перестало приводить этот аргумент, замяло для ясности. Если вы посмотрите историю дарвинизма, это потрясающе интересная история, потому что все положения дарвиновской теории были сформулированы еще в 18 веке. Кювье, но я не хочу сказать, что он писал то же самое, что Дарвин, но он там проклассифицировал правильно обезьяного человека. Просто если вы внимательно посмотрите, у вас будет абсолютное ощущение, что люди просто боялись сказать «б», сказав «а», потому что они понимали, что в Библии написано про 6 дней и так далее. И что просто Дарвин появился, когда он появился, потому что снизился контроль к церкви над умами общества. Вот ислам нуждается в эпохе просвещения. Ислам не прошел через эпоху просвещения, но когда он ее пройдет, от него останется то, что сейчас осталось от христианства, то есть от грызки. Это уже будет не ислам. Почему же просто мы отделяем сферу государства от сферы религии? А в исламе это неотделимо? Нет, в исламе это неотделимо. Это одно из немногих разниц между исламом и христианством заключается в том, что Иисус Христос его распяли в 33 года. Он не создал собственного государства и не успел побывать в шкуре Ленина и в шкуре Магомета. А Магомет создал собственное государство. И он успел объяснить, как оно должно быть устроено. Вот одна из немногих разниц между Магометом и Христом заключается в том, что в исламе государство неотделимо от религии. Здравствуйте, Юлия Леонидовна. У меня три вопроса, я постараюсь как раз сделать. Сейчас опять что-нибудь будет прыс. Первый вопрос. У нас 9 марта исполниться как будет сегодня теракт в московском утро. В начале этого года произошло теракт Домогет. По вашим оценкам изменилась ли ситуация с безопасностью после накрестственного совещания и усилий нашего государства изменилась ли ситуация с безопасностью на таком очень точнее вопрос. У кого сейчас есть такие идеи и случаи входят о том, чтобы для партии правое тело вести в качестве лигера какого-то лучшего чуманника из-за государства? Я думаю, вы не слышали что-то такая вся... Да, Шувалов уже отказался. Сказался, может быть, варкович или заказчик. Бедолага. По-вашему, это может быть как просто такой политтехнологический друг какой-то, чтобы поклавить протестную волну или может быть это шаг на пути демократизации парламента, на пути... Слушайте, давайте просто опытным путем кто будет голосовать за правую партию, которую возглавляет государственный чиновник. Вот в этой аудитории поднимите руки, она должна быть в общем такая... Вы. Еще кто? Кто? Ну вот вы, видимо, считаете, что с паршивой овцы хоть шерсти клок. Да? Ну, видите, вы... Нет, но Медведеву вначале тоже доверяли. Чего? Я говорю, Медведеву вначале тоже доверяли и голосовали за него, что он способен врасти какие-то либеральные... Нет, ну, в общем, на самом деле, я думаю... Нет, в общем, по поводу правой партии есть такая сплетня, да, и это считается сплетней, что пришел месяц назад Сурков к Путину и сказал, Владимир Владимирович, на следующих выборах Единая Россия я вам гарантирую получит 70% голосов, ну, декабрьских следующего года, но до конца жизни этот парламент не доживет, потому что его сметет волна народного гнева и будет как в Ливе. Если мы хотим как-то этого избежать, надо сделать правую партию. Я думаю, что Владислав Юрьевич, если он это говорил, конечно, во-первых, был очень возможно прав в своей оценке ситуации, да, насчет волны народного гнева, а самое главное, почему он хочет создать правую партию, на мой взгляд, просто потому что ему необходимы какие-то политтехнологические проекты, чтобы поддерживать свое влияние, да и просто это вопрос бабок, да, на что осваивать бабки. Думаю, что с точки зрения там дальнейших перспектив демократизации, это абсолютно бесполезный проект по следующей причине. За этот проект не будут голосовать, а в отличие от Единой России голосов ему набирать не будут. То есть, понимаете, придет 30% избирателей курном, из них половина проголосует за Единую Россию, потом выберут откуда еще 70% голосов и кинут. Кинут Единой Россия. Вот этому правому делу не кинут. И останется говорить, что Галов Ледворкович с мытой рожей. И все. Изменилась, она все время стабильно возрастает. У нас был очень сильный период безопасности после смерти Басаева. Вот когда Басаев подорвался, то после этого 2-3 года, если вы помните, вообще ничего не было. Нам очень сильно повезло с товарищем Дуку Умаровым, который просто оказался вождем чеченского сопротивления, вернее, эмарата Кавказа, в силу того, что всех остальных убили. А убили кого? Самых храбрых. А кто остался? Остался тот, который под кустом всегда сидел. Да, такой чеченский аббат Сиес. Помните, что аббат Сиес ответил на вопрос, что он делал во время якобинцев? Он ответил, «Жевикюю, я выжил». Вот Умаров выжил. Сначала это было хорошо, потому что он просто очень много не суетился. Потом это, наоборот, стало быть плохо, потому что в движении произошел раскол, именно ввиду ничтожества Умарова. и, соответственно, завелось некоторое количество людей, которые, прежде всего, это в самой Чечне, которые стали пытаться выделить из межнационального транс-кавказского эмарата-кавказа вот свое чеченское направление. И, соответственно, Умаров на это ответил подчеркиванием, что «а вот я интернациональный лидер, я не чеченец, у нас тут эмарат-кавказ всеобщий, мы не отличаем русского от чеченца, лишь бы был бы мусульманин». И, соответственно, начались вот эти теракты, которые происходят в Москве, потому что до этого в основном теракты происходили против ментов и на Северном Кавказе. И на наше счастье все это очень низкий уровень организации. И почему Марьям Шарипова взорвалась в метро? Потому что у него брат жил в Москве и знал, как пользоваться в метро. Страшно подумать, что будет, если у этих ребят будет более сильный лидер, или у них будет какая-то площадка для тренировки, скажем, на Ближнем Востоке, или у них будет больше денег. Но пока сейчас даже непонятно, да, Умаров убит или нет. Тут трудно понять, хорошо это или плохо. Потому что с одной стороны это не очень компетентный лидер, тут нам повезло. А с другой стороны, он последнее время вот как раз занимался тем, что пытался взорвать Москву, а не на местном уровне. Илья Венина, скажи, пожалуйста, как Вы рекомментируете сложившуюся ситуацию и почему это приведет, что возможно последовать, что закончится? За ответ на Ваш вопрос американские американские главные командования дало бы не миллион, а миллиард. Никто не знает, я думаю, чем кончится в Ливии. Понятно, что все такого рода диктатуры, не только в Ливии, да, на всем Ближнем Востоке. Понятно, что такого рода диктатуры, их главная проблема заключается в том, что люди, которые стоят в оппозиции к ним, редко бывают умеренными. В результате любой революции к власти, как правило, приходят экстремисты. Там ни Санкелоты, ни большевики не составляли большинство до прихода, до прихода, соответственно, до 89-го, до 1789-го, до 1717-го года не составляли они большинство. И какой выход был у Запада в Ливии, я думаю, никакого. Потому что Каддафи, ну, сволочь последняя. И если ты цивилизованная страна, и Каддафи убивает твоих граждан и вытирает от тебя ноги, тебе надо что-то делать с Каддафи. Если твоими союзниками оказываются исламские экстремисты, ну, что делать? Давайте сначала разбираться с Каддафи, потом с тем, что получится. Другого варианта просто нет. То есть это тот случай, когда нет хороших решений, и всё равно надо что-то решать. Так что я думаю, что не очень хорошее что-то будет в Ливии, потому что, ну, как вы думаете, сколько людей в Ливии имеют представления о настоящей демократии? Да, вот он там в Верблюде трясётся и спит и видит настоящую демократию. Да, да. У меня более глобальный вопрос. Так, я думаю, что мы должны установить, Паш, наверное, уже надо кончать. Последний вопрос и всё, да. В вашей статье по поводу про защитников вы вылили такой универсальный принцип, что должно пороситься со влом. мы более... Это не я. Это не я. Но мы более-менее интуитивно понимаем, да, что добро вот тот зло. А концептуализировать это каким-то образом можно? Нельзя. Это, знаете, это самый главный вопрос, как отличить добро от зла. А тогда как понять, если нет рамок, которые можно приложить и понять, что... А вы знаете, это как правое и левое, да, как физики, да, вот, они там пытаются отличить правое от левого. Известная проблема в ядерной физике и элементарной физике, да, физике элементарных частиц, что когда ребята задумались о том, чем отличается правое от левое, что хотите пояснить насчёт этого? Вопрос хотелось. Нет. Вопрос, ну если Паша разрешит, так про правое и левое, да, вот в итоге выяснилось, что правое от левого отличается от того, что правое это, а левое это. Да, и чем отличается добро от зла? Ну, вот, да, но с точки зрения, я сильно подозреваю, что там точка зрения Ленина или Бен Ладена, да, она, она отличается от точки зрения большинства этой аудитории. И что тут сделаешь? Проблема заключается в том, что есть некоторые понятия, которые неопределяемые, но через них мы определяем всё. Вот как в дзен-буддизме, да, там дырка в колесе, которой нету, но на которой вертится колесо. не знаю, как отличить добро от зла, но очень легко, нюхом, очень хорошо отличается. Паш, я думаю, уважаю. Да, да, я думаю, что всё. Как отличить добро от зла? Он очень короткий, скажи, по-моему, современной милиции, где женщины очень много в главном государстве, вы раскладите в будущем возможность его участия в предыдущем? Ёмала моя! Я отдаю свой голос за Ходорковского.